МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большого проекта «Территория культуры Росатома». В год литературы организаторы этого проекта решили провести конкурс библиотекарей городов ЗАТО. Его финал прошел в Сарове. 13 участников из Озерска, Зеленогорска и Сарова. У нашего города самое большое представительство – 5 финалистов. Заслушав презентации конкурсных проектов, члены жюри признались, что выявить лучших будет очень сложно. Все работы сильные и яркие, отличаются важностью, актуальностью и креативным подходом. Три конкурсантки состязались в номинации «Молодой библиотекарь». Выявить лидера здесь так и не удалось. Жюри приняло решение считать всех трех участниц победительницами. А вот лучшего школьного библиотекаря определили без труда. Елена Заварзина впечатлила и членов жюри, и зрителей проектом по созданию виртуальной карты подвигов матросовцев. Конкурс очень интересный, конкурс очень творческий. Помимо того, что мы привезли сюда проект, мы увезли отсюда очень много интересных идей, очень много творчества, очень много положительных эмоций. Город прекрасный, конкурс интересный, потрясающий. Хочется снова вернуться сюда еще и еще раз. Первый приз в самой массовой номинации «Литературная проектная деятельность» завоевала сэровчанка Татьяна Плохотник, детская библиотека имени Пушкина. В своем проекте она предлагает применить библиотечным процессам приемы бизнес-структур. Немного уступил победителю проект «Антикафе», созданный в молодежном библиотечном центре. Он завоевал второй приз. Конкурс очень приятное впечатление оставил, потому что атмосфера была удивительно теплой, домашней. И нам было очень приятно вообще стать участниками и тем более победителями. Провинциальные библиотеки – это кладезь интересных, необычных идей и талантливых сотрудников, отметили столичные судьи конкурса. И проекты, рожденные в библиотеках за то, необходимо продвигать по всей стране. Я думаю, что такой конкурс он многое дал и тем, кто присутствовал в зале, и тем, кто принял в нем участие. И я думаю, что это будет дальше, потому что мы сейчас говорим о том, чтобы выпустить специальные два номера журнала «Библиотечное дело» с опытом работы именно закрытых городов. Подробнее о конкурсе мы расскажем в передаче, которая выйдет в воскресенье, 20 сентября в 19.20. Продолжение следует...